Женские волейбольные команды из Гомельской области на Республиканской арене стабильно радуют. Гомельская надежда выиграла чемпионат страны в дивизионе Б высшей лиги и есть планы в следующем сезоне вернуться в элиту. Мозорская жемчужина Полесье вообще в числе лидеров белорусского женского волейбола. Чемпион страны в сильнейшем дивизионе 2015 года, многократный призер чемпионата и Кубка Беларуси. Команда приучила своих болельщиков к ярким выступлениям. В минувшем сезоне Полесьская дружина вновь оказалась в призах – бронза. Успехи команды не случайность. В Мозоре работает вертикаль подготовки волейболисток под брендом «Жемчужина Полесье». С дюшер профсоюзной организации Мозорского НПЗ – вторая команда и команда мастеров. Дубль «Жемчужины» в дивизионе Б в нынешнем году финишировал на пятой строке. Команды спортшколы также в лидерах в своих возрастных группах. Сейчас мы уже вышли на тот этап, когда появляются игроки приличного уровня, молодые. Да, еще впереди у них много работы, но перспективы есть. И здесь уже на первое место выходит и где-то такой патриотизм. Хотелось бы, чтобы дети оставались дома. В принципе, есть команда, есть опора. С мужским клубным волейболом все было не так радужно. На временах Гомельского волейбольного клуба и Жлобинского металлурга, которые были в числе лидеров национального чемпионата, спортивная общественность вспоминала с ностальгией. А последние полдесятка лет наш регион и вовсе не был представлен в чемпионате Беларуси. В 2018-м на волейбольном небосклоне засияли две звезды из Гомеля – «Бумпром» и «Энергия». Первые сходу в сезоне выиграли золото дивизиона «Б» высшей лиги. Вторые стали бронзовыми в элите и в розыгрыше кубка. Дебют более чем удался. Оценили это и болельщики, явно соскучившиеся по волейболу и заполнявшие трибуны на домашних матчах. Успех «Энергии» ценен вдвойне. Команда создавалась с нуля. Областное отделение Белорусской Федерации волейбола при поддержке руководства региона проделало большую работу по формированию состава. За основу взяли команду с «Дюшор Энергия» профсоюзной организации «ТЭЦ-2». Очень много понадобилось сил, средств и прочих каких-то моментов, чтобы собрать всех, вернуть коммерческих ребят на свое поле, на свою площадку. Убедить, что именно здесь будут развиваться волейболы. Очень важным фактом оказалось то, что изъявило желание по работе старшей тренером национальной сборной мужской лихорады Дмитрия Васильевича. Многие пошли за ним, учитывая то, что четыре сборника, именно вооруженцы Комельщины, изъявили желание. Директор «Дюшор Энергии» Андрей Карабанев с ностальгией вспоминает о прошлых победах и с уверенностью смотрит в будущее. С созданием команды мастеров система развития волейбола в регионе приобрела завершенный вид. Молодые ребята видят, как играют профессионалы и знают, что благодаря упорству и труду смогут оказаться на их месте. Кстати, молодежь уже проявляет себя. «Энергия-2» выиграла бронзовые награды дивизиона «Б» высшей лиги. Хорошие воспитанники нашей школы уходили в другие клубы. Два человека, Марченко Андрей и Будюхин Максим, они перешли в Солигорск, в Кешахстер, где стали чемпионами уже подряд три года. Многие игроки в другие клубы были переданы. Учитывая то, что сейчас команда здесь создана, основная здесь, то здесь будут оставаться дети лучшие в этой команде. Команда «Энергия» входит в структуру Гомельского клуба по игровым видам спорта. Его частью также является и женская баскетбольная команда «Гомельсош». Первые шаги сделаны, отступать никто не намерен. Остается еще много вопросов, которые необходимо решить и финансовых, и организационных, и кадровых. Однако уже понятно, что мужскому клубному волейболу в Гомеле быть. И первый сезон показал, что путь его может быть весьма успешным. При любом развитии событий волейболу на Гомельщине быть, потому что мы создали самое главное, мы создали систему высшего звена подготовки. И сегодня любой спортивной школе, которая сегодня культивирует волейбол у себя, есть куда передавать спортсменам, которые показывают результаты. Максим Савин, Игорь Морищенко, Евгений Макеенко, Александр Харлампов. При поддержке телеканала «Мозырь». Новости недели. Новости недели.